Я наконец-то придумал ему название. О, по-моему, идеально. Здравствуй, дружи. А сегодня в нашем кинофильме вы увидите. Костя распаковывает. Ручонки-то немного трясутся. Подшипник. Подшипник! Подшипник! Женя, блядь, подшипник! Кнопка. Кнопка, блядь. А теперь передаем слово Анна Костю. Итак, смотрите, что у меня за спиной стоит. А ну-ка, две попытки, три. Все, наверное, по переднему колесу уже понятно, что это такое. Сейчас мы переключим камеру. А, ребята, это приехала гангрена. Представляете, сколько прошло времени. Я ее последний раз видел, получается, в... В восемнадцатом году я ее последний раз видел вживую. И вот она, вот она приехала. Короче, ребята с Москвы сохранили ее. Ничего нигде не растащилось. Вот они ее отправили. И сейчас мы ее распакуем, посмотрим, как, что. Сейчас обрешетку снимем. Я это не буду показывать. А, вот самое интересное, снятие полиэтиленочек всяких. Это мы будем снимать. Все, распаковали. Ребята, вы представляете, она сейчас находится в том же виде, в котором ее Темыч вот оставил. Вот на той стадии, вот сколько он здесь сделал. Вот она сейчас находится в таком виде. Такие вот грустные, наверное, относительно дела. И сейчас мы посмотрим, чего там, как. Потому что я говорю, я еще сам не знаю. Они же тут что-то переделывали. Поэтому сейчас будем смотреть. Вообще, блин, столько людей помогало ее сюда привезти. Ребята, получается, из мастерской, где Темыч работал, это там Вован, Зевс, помогали все это собрать. Потом Серега, вот где Серега? Сейчас вот он убежал. У него друг в Москве все это приехал, забрал, погрузил, в транспортную загрузил и все это сюда отправил. Вообще, все, блин, красавчики. Так, ну, давайте сейчас. А, вон, вон, Серега. Вот. Красавчик. Вот. Так что вы представляете, сколько людей было задействовано, чтобы она сюда приехала. Так, ну, давайте, давайте что-нибудь откроем. Так, ну-ка. Пошла полиэтиленочка. Торчит задний маятник. Вот это, кстати, задний маятник торчит. Это уже, который, по-моему, переделывали. Это не тот маятник, который я делал. Костян тут, вон, сваял пиздец какую хуйню. Но здесь проблема тоже есть появилась. Чуть-чуть полебались. Вот с этой высотой. Кстати, интересно, он здесь есть старый маятник? Или старый маятник все, канул в лето? Так. Чпоньк. Ручонки-то немного трясутся. Крутяк, ребята, смотрите. Кстати, вот эта штука, сейчас я чуть позже покажу. Она есть уже в металле. А, это уже под приборку сделали. Ну, красавец! Видите, здесь получается, раму укоротили. Радиатор теперь сюда, который мы ставили, он сюда уже не влезет. Здесь рама разъемная и здесь разъемная. Там есть переходные втулки. А, кстати, сиденье-то другое уже. Мы сюда ставили другое сиденье, тоже от Корлея. Но сиденька, если помните, такое коричневое было. Вот я, в каком место нашлось? Все нормально. Как раз. Только так я, наверное, говорю реально. Во! Во! А, что, руль как на этих? Умаю. Все. Кай, щечок. А, что на раму? И, кстати, в принципе, даже так можно ездить, блядь. Даже яйца уцелеют после тормозов. Тебе придется еще маленький ремень безопасности делать, чтобы яйцами каждый раз не биться, блядь, Абрама. Твоя, что? И маятник. Маятник, видите, уже другой. Ага, так он мешается. И вот, выточили. Это тоже Тёмыч уже без меня делал. Сука, как же пиздато. Здесь получается у нас цепь. Если помните, у нас же изначально здесь было две звезды. Цепь и вот здесь такой натяжитель был, который эту звезду подтягивает. Цепь натягивал. Вот такая хуета-хуета получается. Вот так вот это все натягивается. И здесь две гайки, они, соответственно, закручиваются и вытягиваются. Все, дохурили лобку. А сейчас здесь вот сделали под... Блин, под какую цепь, я сейчас не помню. Сейчас мы еще пойдем. Там еще же есть один чемоданчик со всякими ништяками от нее. Сейчас вот мы туда пойдем и там буду показывать. Но единственное, она сейчас не заводится. Потому что, насколько я помню, здесь что-то сделали. И, то есть, она у них не заводилась. Они, по-моему, с Женькой, с Матвеем им ковырялись. И что-то у них не получилось ее завести. После подключения пультов, там Темыч делал разводку на пульты. Плюс, я насколько помню, он хотел еще тросик... О, этот, ручку газа от Харлея какую-то сюда инсталлировать. Поэтому, ну, сейчас я говорю, пойдем посмотрим еще один чемоданчик с ништяками. И будем дальше рассказывать. Есть у нас вот такие две коробочки. А, ну-ка, с какой начнем? Эники-беники, ели вареники, бла-бла-бла и так далее. Давайте вот сначала с этой начнем. Потому что я знаю, что в этой штуке интереснее, чем вот в этой. Так, поэтому вкусненькое мы оставим на потом. Так, смотрим, что тут у нас. Ох, вот его запаковали. Вот он, радиатор, который у нас впереди стоял. Но сейчас этот радиатор у нас не подходит. Сейчас я сгоняю до мотоцикла, покажу. Так, как видите, у нас здесь передняя вилка уехала назад. То есть рама стала у нас короче. Раньше она была где-то вот досюда. Бля, пацаны. Сразу видно, что проектировщик, вот он продумывал все на мелочи. Даже вот этот вот вроде не на подъемчик, да. Но пусть будет. Да. Вот такой вот красивенький такой. Чисто вот буквально на пару градусов такой. Оп, вверх. Не знаю, пацаны. По-моему, охуенно, блядь. Мне очень нравится. А теперь, вон, видите, как здесь все в притирочку. И радиаторы здесь должны быть другие. Насколько я помню, радиаторы должны были быть вот с этой стороны один радиатор. И вот с этой. Но здесь еще посмотрим. Что-нибудь придумаем. Как это все будет. Погнали к другой коробочке. А, вы слышали что там? Слышали этот звук? И все, наверное, догадались. Ну все. У него бачок потик. А, красотища. А бак, кстати, вот я не помню, надо его примерить. Бак такой же остался по длине. Или Темыч его все-таки укоротил. Надо будет прикинуть его к мотоциклу, посмотреть, как он сейчас там стоит. Ключа нету, соответственно. День сварщика-болгарщика, блядь. Вот, короче, что вышло. Что вышло. Вот такая вот ситуация вышла. Смотрится даже нечеток. Так, ну и вот у нас еще один чемоданчик небольшой. Со всякими ништяками. Давайте поглядим, что там у нас. Стратегический запас. А здесь немножко накрошенная гангрена. Радиатор. Ой, радиатор, говорю, вентилятор. А, этот вентилятор у меня где-то валялся. Дома мы его на время решили прифигачить. В итоге он так с этим вентилятором. И по городу мы с ним катались. И этот, в Москву он с ним уехал. Так, вот про что я говорил. Это у нас ручка газа от Харлея. Видите, здесь какая паутинка из проводов. И все проводочки, что одинакового цвета. Найти будет вообще шикарно. Что, откуда? Ну, короче, нам еще предстоит здесь с ней поковыряться. Начинаю косуру распутывать. Они там что-то напаяли, намотали. Нет, блин, ничего там с ней делали. Нет, пиздец. Так, идем дальше. Что тут у нас? Так, это что за коробочка? Ну-ка, иди сюда. А, судя по весу, да. Ну-ка, иди сюда. Так, это у нас цепи. Это, получается, левая-правая цепь. Так. Вот они, две цепи по бокам, которые шли. Сколько было, блядь, вопросов и комментов? Первая поездка воркоза. Да. Русос проехал, езжует 15 метров. Микропауза, чтобы сказать, что вы не забывали подписываться на канал, потому что большинство людей смотрят канал без подписки. Так что обязательно подписывайтесь, потому что это очень помогает развитию канала и моей небольшой цели добраться до 100к подписчиков до конца года. Так что подписывайтесь. У нас очень много обзоров мотоцикла впереди и также, наверняка, какие-нибудь новости по гангрене будут. А это вот то, что они новые шестерни выточили. А, нет, шестерни, вернее, не выточили. Шестерни от чего-то. Я даже, если честно, не знаю от чего. И вот цепь, которую... Интересно, от чего они такую цепь взяли? Смотрите, какая она здоровая. Тоже, наверное, от какой-то коробки. А вот, получается, старая звезда, которая у нас стояла на редукторе. А, и вот еще есть вот такие вот переходные муфты под вот эти вот шестерни. Так. О. Ну, а это, соответственно, туда вот. Вот туда вот в мотоцикл вставляется. Ну что, давай залезай. Какашка. О. Есть. Бля, пацаны, как заебись. Так, идем дальше. Подшипник. Подшипник. Женя, блядь. Подшипник. Здесь у нас чего такое? Так, так, так. А, ну это пульты. Это, получается, у нас левый пульт. Так. Тоже. Проводочки все одинаковые. Блин, как Тёмыч планировал в этом во всем разобраться? Как? Ну, видать, ему было виднее. Чё это все за провода, блядь? Откуда они, куда они идут, блядь? Так, это у нас бензонасосей. По-моему, газелевский. Здесь мне не изменяет память. Я думаю, всё сделал, мотор всё сейчас. Бум, и поехали. Бум, и хуй, блядь, не работает бензонасос. Ха-ха-ха-ха. Так. А, это вот у нас крышки. А, вот это вот, от редуктора. Блин, слушай, вообще прикольно. Это, наверное, Миша вытачивал, который в Тюмени. У него ЧПУ был. Вообще офигенно. В общем, пришла от Михаила коромбочка с замечательным редуктором. Это задняя крышечка. В задней крышечке у нас присутствует натяжитель. Вот это вот, это у нас так называемые маслоотбойники. И тут у нас, соответственно, заливная пробка. А тут у нас сливная пробка. А, и сапун, соответственно, да. Завод, ребята. Крутяк. Болту для болтов. Куча болтиков. Так. Что тут у нас еще? А, вот то, что я вам говорил. Это деталюха уже в металле. Вот это деталюха. Короче, здесь должна быть приборка. И сюда клипоны одеваются. Он же руль. Руль клипоны. Таких размеров, я не знаю, клипонами правильно назвать. Или рулем. Вот они. Это, я так понимаю, это еще наброски, видите, на 3D принтере сделаны. А вот это, получается, это уже в металле. Это уже в металле сделано. О, а это вообще легко зашло. Слушай, прикольно, кстати. Я не думаю, что так будет. Так, что у нас тут еще есть? Так. Траверса. А, еще тоже с кучей всего нужно будет здесь разобраться. С кучей всего нужно будет разобраться, как, что здесь. Думаешь, ладно, хорошо. Я быстренько сейчас сделаю моторку. Но тут уже осталась-то фигня. Уже почти дошел до финала, блин. Так, это вторая часть у нас. Которая в металле сделана. Так, а здесь что? А, нет, вот она. Ручка газа. Это я помню ручку газа. Так, а тогда что там установлено? Или там еще ничего не установлено? Ну-ка. Нет. Нет, здесь уже что-то установлено. Слушайте, надо посмотреть. Может быть, Тёма что-то другое туда уже поставил. Кнопка, блин. Так. Вот они, кстати, эти разрезные втулки, которые должны стоять вот здесь. Одна здесь. Одна здесь. Ну и с той стороны, соответственно, то же самое. Это для того, чтобы рама была разъемной, чтобы можно было, если что, вынуть двигатель. Так, откладываем пока. Сколько я ваял вот эту хреновину. Да. Кстати, снова маятникам, интересно, она нужна или там по-другому как-то реализованы задние тормоза. Так, тоже надо будет сейчас посмотреть. Так, это у нас была опора под радиатор. Так, расширительный бачок. Еще одна переходная втулка. Так, это было, если я не ошибаюсь, это как раз и был натяжитель. Натяжитель задней цепи. Так, это у нас старый газ. Так, ну что у нас здесь остались? Амортизаторы, расширительный бачок, зеркала, выхлоп, кулиса переключения передач. Это у нас шатун от Серегиновского ВМАКСа. Здесь у нас подшипник спрятан. И вот эта вся елда на вот таком кронштейне крепится к раме под баков. Тросики проходят вот сюда. Карабас. Карабас, а вон, переключается эта штука. А, и вот этот натяжитель сам, который я говорил, который у нас был изначально. Так, ну, вроде здесь и все. Про все рассказал, все достал. А, вот же еще. Еще же одна коробочка осталась. Давайте, поглядим. Давайте-ка я его разверну, наверное, сначала. Так, колесико. Не помню, зачем его Темыч разобрал. Жоп, твою мать, блядь. Нахуй точно кто-нибудь умрет. Она сейчас выскочит, и все, тогда пизда всему. Единственное, что когда мы его собирали, нам так и не смогли резину ровно одеть. У нас она чуть-чуть была зажевана, может быть, поэтому ее и разбортировали. Так, ну, вроде бы все. Вот это все, что от нее приехало. Единственное, я что-то вот еще не нашел приборку. Помните, здесь у нас такая приборка была со старой ламповой техники. Такие, знаете, есть циферки, которые светятся от нагрева. Славик Чистов делал нам эту приборку. Надо будет спросить. Как тебе такое, Илон Маск? По-моему, охуенно. Тут у нас, считай, спидометр, тахометр, датчик давления масла, вот нейтраль, температурный. Также здесь через переключение можно посмотреть на вольтметр и уровень топлива. И не хватает еще метки. То есть антенна есть, а метки нету. Сейчас проверим, как она будет работать. То есть без метки его не запустить. Но единственное, радует, что это, в принципе, это 3УЗ, и на него запчастей просто дохера и больше. Поэтому даже если ребята не найдут метку, мы это сможем запустить. Но вот приборку, конечно, вот хотелось бы, чтобы нашли, потому что там и Славик на нее много труда потратил. Ну и, в принципе, она вообще офигенная, прикольная. Итак, ну и в оконцовке. Какая же цель всего вот этого? Так как мы строим мототрассу, и там, как я говорил... Вот, кстати, про то, что Костя уже говорил, это можно наблюдать на его канале. Подробные подробности будут выходить именно там. Там, кстати, новости про МПС тоже имеются. Так что ссылочку обязательно на него оставлю в описании, чтобы вы могли пронаблюдать продолжение. И там, как я говорил, будет административное здание с кафешкой, ну, со всякими там душевыми. Небольшая гостиница должна быть. И вот там, в холле, она будет стоять. То есть сейчас задача это ее собрать все. Вернее, сначала ее бы запустить. Думаешь, ладно, хорошо. Я быстренько сейчас сделаю моторку. Ну, тут уже осталась-то фигня. Я уже почти дошел до финала, блядь. Потом всю собрать. И она будет стоять в холле. В принципе, все мото-путешественники, все, кто будет приезжать на мото-трассу, у всех будет возможность прийти, посмотреть, пощупать ее. И я думаю, это будет самая лучшая ее судьба. Это будет гораздо лучше, нежели она где-нибудь там в гараже сгниет и, как говорится, канет в лету. Я бы без кости не справился. Так что вот так. Процесс этот, сразу говорю, процесс этот будет не быстрый, потому что везти ее пока некуда. До трассы еще в процессе стройки. Единственное, я, может быть, не удержусь и я ее попробую запустить. Но сейчас нужно найти метку и приборку. Ну и с проводами разобраться, но я думаю, это не сложно. Распиновку на 3УЗ не так сложно найти. Я думаю, это мы сделаем. Так что вот так, ребята. Гангрена будет жить. Всем удачи. Всем пока. Закончилась эпоха. Ну-ка. Здесь должна быть какая-то грустная ночь. Типа, а как хочется ее. Пока не хочется, потому что ее пока здесь. Еще добавить. Грустная ночь. Заканчивается голова жизни целой. Пошел на хошкурт. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова